Привет, просветители! Очередной ролик, очередная веселая тема. А хорошие новости вообще для нас припасены в этом году? Мне начинает казаться, что тетрадь работает не так круто, как я рассчитывал. У меня только одна просьба. Я уже снимал, по-моему, три или четыре подобных видео, но каждый раз после очередной трагедии в школе, пожалуйста, пусть эта рубрика прекратится, в комментариях появляются одни и те же сообщения. Павел, расскажите о событиях в Казани, Ижевске, и ты не знаешь, что сказать на этот раз, потому что отлично понимаешь, говори-не говори, а ничего в стране не поменяется. Будет только хуже. Да, ваш недельный доз позитива снова фонтанирует этим самым позитивом. Каждый раз обсуждение с серьезными товарищами очередной трагедии проходит по одному и тому же сценарию. Меняется только порядок до фамилии рапортующих. Сначала кто-нибудь, а вслед за этим у Госдумы, начнет рассуждать о безопасности в школе. Кто допустил, а была ли тревожная кнопка, где охранник? А почему охраннику 60 лет? Это бабушка. Никто не будет вспоминать, что за подобные деньги никто другой не пойдет охранять детей, если можно за совершенно иные суммы с инвалидами с листочками бороться. И никакие пули ловить собой не нужно. Какая-нибудь горячая голова, максимально далекая от политики, заявит, что неплохо бы, чтобы Росгвардия не только со стаканчиками боролась. Ага, конечно. Вам еще раз видео с девушкой на коляске показать. Вы только представьте, что было бы, если бы ее не окружили. А вот эти студенты на несогласованных акциях, кто их в автозаке упаковывать будет? А вы, безопасность в школе? Может, все-таки расставим приоритеты? Студенты студентами, стаканчики стаканчиками. Но самое главное, что от этих очень серьезных разговоров ничего по факту не изменится. Поговорили, попереживали. Ну и хватит. У нас есть более серьезные темы. Но вернемся к Украине. Как это можно понять? А очень просто. Все те же самые обсуждения будут звучать уже во время следующей трагедии. А наше подобие независимой журналистики, почувствовавшей вот эту каплюшечку свободы, здесь дети погибли. Наверное, можно и покритиковать секунду. Но только секундочку. И общими фразами. Снова задаст вопрос своим читателям. А разве в прошлый раз не говорили, что безопасность школьников первоочередная задача? В том-то и дело, что просто поговорили и все. Вот и сейчас недельку поговорят и... Хватит? В настоящее время учеба в Европе кажется чем-то нереальным. Там наверняка бешеные цены на обучение, а как получить визу, а где выучить язык. Но даже сейчас все еще есть возможность учиться в самом центре Европы. Если вы, конечно, не боитесь ужасной западной пропаганды. И при этом не платить за обучение в университете. Что для этого нужно? Выучить словацкий язык на уровень Б2 и успешно сдать экзамены. Если что, я не про ЕГЭ. Оценки в школе тоже не имеют значения. Отлично. А где словацкий язык-то учить? Неплохо бы прямо в Братиславе. И здесь вам помогут годовые курсы словацкого языка от GoStudy. По окончании курса сдаете экзамен, получаете сертификат и поступаете в местный вуз. Кстати, первый семестр можно заниматься и из дома. Например, если вы еще не получили визу или хотите сэкономить. Так что, да, бесплатное обучение в европейском вузе – это не миф. Вы платите только за первый год изучения языка в GoStudy. А в это время живете яркой студенческой жизнью в Европе. А потом получаете высшее образование в университете в Словакии. По любой специальности – бесплатно. Думаю, вы и без меня понимаете, что европейский диплом сейчас открывает гораздо больше дверей. Все подробности о школе и программах подготовки вы найдете по ссылке в описании на сайте GoStudy. Переходите и узнайте, как получить бесплатное европейское образование мечты. Обязательно должны высказаться губернатор и мэр. Можете не волноваться, все взято на особый контроль. Беседа с директором, перепроверка всех инструктажей. В других школах региона проводят… Правильно, те же самые инструктажи. Проверка систем безопасности соседних школ. Не волнуйтесь, все работает в штатном режиме. Вон она, бабушка-охранница. Посмотрите, какая упитанная. Дальше находится уполномоченный по правам, или омбудсмен, или еще какой-нибудь очень важный товарищ с горы. Поговорим о буллинге. И вообще, чем там интересно психолог занимался? Бумажки заполнял. Я это уже 10 раз объяснял. Почему психолог не заметил? И не беда, что преступник у сороковник и у него диагноз. Что делал психолог, я вас спрашиваю? Почему школьные психологи такие инертные и некомпетентные? Это что, зарплата психолога? За один день? Дальше выкатываем в Телеграме огромную простыню о важности работы педагогов и психологов. Нам нужны неравнодушные сердца. Но повышать им зарплату мы, естественно, не будем. Мы лучше будем требовать, чтобы в ситуации один специалист на тысячу детей, иногда больше, этот самый специалист работал как следует. После этого ждем главного гостя депутата. В этот раз министра. Борцуна с компьютерными играми. Иногда этот товарищ выхватывает микрофон еще до того, как объявили списки погибших. Игры рождают жестокость, во всем виновата Дока. Да, эту тему мы уже миллион раз с вами обсуждали. На прошлой неделе почетная миссия выпала господину Кравцову. Но именно в этот раз квест Крикуна был изначально обречен на провал. Почему я не удивлен, что эта роль досталась именно Кравцову? Вообще Сергей Кравцов добился главного. Он поднял мою самооценку. Сколько я снимаю ролики о нашем образовании, столько и получаю комментарии. Павел, вам бы директором стать, из вас бы получился классный министр. И всякий раз я отвечаю. Каждый должен быть на своем месте. И возглавлять образование должен максимально профессиональный человек. Явно не Паша Остапов с интернета, хоть и с педагогическим опытом. Я уже по одному этому пункту в министерство не прохожу. А потом слышу очередное высказывание Кравцова. Мне в Телеграме так и написали. Если видишь эту фамилию, готовься к потоку кринжатины. Никакого понимания учебного процесса, отсутствия педагогического опыта и банальной логики. Так что, да, я бы тоже мог точно так же ничего не делать. Но я бы хотя бы за языком следил. Господи, те, кто выпускает Кравцова к людям, пожалуйста, пишите ему тексты заранее. Также считаю, что нужно наводить порядок с компьютерными играми. Убийца состоял на учете, страдал шизофренией, он играл в компьютерные игры. И, на мой взгляд, нужно внимательно обсуждать общее влияние компьютерных игр. И соответствующее решение, уверен, мы в ближайшее время с Министерством цифрового развития примем. Вот что заявил наш министр после того, как прибыл в Ижевск. Громкие аплодисменты. Воспользуемся прекрасным методом пропаганды, доведением до абсурда. Здесь это реально к месту. Убийца стоял на учете, страдал шизофренией и дышал воздухом. Нужно внимательно обсуждать общее влияние воздуха. Если речь идет о Красноярске и Челябинске, то точно. Как прекрасен этот мир, посмотри. Убийца состоял на учете, страдал шизофренией и ездил в маршрутке. Нужно. В общем, вы поняли. Забавно, как из учета болезней и игр Кравцов выбрал именно игры. Рассказы о злом компьютере всегда неплохо прокатывали. И в этом нет ничего удивительного. Жизнь обычного россиянина всегда была похожа на сказку. Дом полная чаша, традиционные ценности, отличный уровень образования и медицины, сменяемость власти. А потом человек встречался с шутерами, и жизнь шла под откос. Ну, я просто не знаю, какая там еще логика за всем этим стояла. Но в случае с Кравцовым тут два момента. Во-первых, преступник не подросток. И разговор. Ой, деточка увидела кровь и теперь... Выглядит немного странно. А во-вторых, говорить о влиянии виртуального насилия в 2022 году? Серьезно? Я уже как следует побомбил по этому поводу в Телеграме, вот в этих постах. Но мне мало. Так что продолжу здесь. Хоть какая-то логика в обвинении компьютера, увы, не подтвержденная научными данными, была в мирное время. Вот живет себе человек спокойно и никогда не сталкивается ни с оружием, ни со смертью, ни с жестокостью. Я Лунтик, я родился. А потом злые разработчики стрелялок заставляют живого человека ствол направлять. И наша Маша Суралмаша. А что, так можно было? Но в этом году все медиапространство забито исключительно новостями об оружии жестокости и смерти. У меня нет шизофрении, но когда я читаю уже десятый пост Сибаня на ядерной войне, я начинаю сомневаться в своей адекватности. Министр просвещения хочет проверить, как влияют игры на человека в тот момент, когда государство сотням тысяч людей выдает реальное оружие. Реальное. Сергей Кравцов, надеюсь, вы понимаете значение этого слова. Люди будут стрелять в других уже не в ГТА. Влияние этого на психику проверить не хотите? Нет? Согласен, глупости какие. Государство не интересует, как я отношусь к оружию. Поддерживаю ли я этот внешнеполитический курс? Сюрприз, даже по официальным опросам не все поддерживают действия властей. Но раз ты родился с членом, иди и делай то, что тебе сказали, потому что кто-то решил, что настоящий мужик именно так себя и проявляет. Какая разница, что ты думаешь, пацифист, не пацифист? Он патриарх уже благословил. Вся эта ситуация, когда мое мнение и мировоззрение вообще не учитывается, естественно, никак на меня не влияет. А вот то, что я играю в игры, тут, конечно, красный флаг. Вот знаете, у нас появляются люди, которые в Доке 2 наматывают кишки и стреляют в других. Поксреньк! Западные начальники через шутеры промывают мозги и объясняют, как пользоваться оружием. Поксреньк! Что? Если человек все же вернется с фронта, у него будет реальный опыт убийств? Ну это другое. Просто в компьютере все очень реалистично. Ты как будто бы сам стреляешь. Не, ну во время боевых действий ты тоже стреляешь, но это не так влияет. Ты же мужчина. В общем, если и был самый неудачный момент, чтобы поговорить о виртуальном насилии, Сергей Кравцов выбрал именно его. Продолжаем аплодировать. Дополнительные занятия по киберспорту появятся в российских школах, заявил в четверг ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Как уточнили в российском движении школьников, учащиеся смогут посещать их после основных уроков. Вы не понимаете, это другое. Мы сначала занятия по киберспорту в некоторых школах устроим, а потом через пару лет решим разобраться, а как компьютерные игры на человека влияют. Возможно, это кого-то удивит, но это абсолютно нормально, когда каждое новое высказывание министра противоречит предыдущему. К. Компетентность. Человек на учете. Шизофренией. Раздобыл оружие. Надо поговорить об играх. Привет, Софья Доринская. Ни за что не ходите к психиатру, во всем будете ограничены. Оружие преступнику, похоже, игры подбросили. Кстати, если следовать логике Кравцова и игры приводят к насилию, у кого-то уже очень давно пора приставку отобрать. Вовочка, отдай Мариване свич. Вот еще небольшой список геймеров. Телеграм-канал Осторожно новости рассказал об убийстве 4-летней девочки и ее же матерью. По версии канала, причиной стала ссора с 29-летним мужем из-за мобилизации. Жена не хотела его отпускать. После перепалки женщина ударила дочь ножом в сердце, а после себя в живот. Что на женщину так повлияло? Правильно. Виртуальное насилие в играх. Как сообщает телеграм-канал Осторожно новости, 39-летний мужчина по имени Александр выпрыгнул из квартиры на 9 этаже. В семье рассказали, что у мужчины возникла депрессия после объявления частичной мобилизации. Здесь понятно, ассасин Крит обвиняем. 25-летний Руслан Зинин, который вместе с другими мобилизованными пришел в военкомат, рассказал следователям, почему выстрелил в военкома. По данным телеграм-канала БАЗа, он заявил, что причиной стали повестка его двоюродному брату и гибель лучшего друга во время спецоперации. И компьютерные игры. Очевидно. Ну а чтобы понять, что Кравцов у нас не один такой, одаренный, вот вам на десерт слова главы Рособорнадзора. Частичная мобилизация, объявленная в России, не повлияет на образовательный процесс. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. На учебный процесс это точно не повлияет. Мы видели выступление президента Российской Федерации. Сразу после этого было дополнительно еще одно выступление министра обороны Российской Федерации. Он все разъяснения по этому поводу дал. Школьники вообще не относятся, заявил Музаев. Конечно, не повлияет. Учителя женщины, чьи мужья, сыновья, братья, отцы получили повестки, конечно же, продолжат работать в том же режиме. Сереж, что опять? Я же говорю, что к урокам готовлюсь. Ну и что, что военкомат вызывают? Не детей к ВПР готовить надо. Учителя мужчины, ряды которых, очевидно, тоже поредеют. Что? Какое они отношение имеют к образовательному процессу? А уж школьникам и подавно плевать, что с членами их семьи происходит. На них только игры влияют. И пропаганда нетрадиционных ценностей. Похлопаем. Друзья, если хотите поддержать меня, обязательно поставьте этому ролику лайк. Так его увидят больше людей. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм, там интересно. И кроме того, все новости появляются гораздо быстрее. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и держитесь.